Особенно торжественно почтили память митрополита литовского и виленского Иосифа Семашко и всех его сподвижников, потрудившихся в деле воссоединения белорусских униатов с православной церковью в Минске у духовных академии и семинарии. Решение о ежегодном молитвенном заупокойном поминовении этих церковных деятелей XIX века еще в начале сентября принял Святой Синод Белорусской Православной Церкви. Поминовение приурочили к 6 декабря, дню покаяния митрополита Иосифа Семашко, возвратившего белорусских греко-католиков в лоно православие. Чествование памяти митрополита Иосифа Семашко и других активных участников Полоцкого собора продолжилось в актовом зале Минских духовных школ на вечере, посвященном жизненному пути основным вехам церковного служения высокопреосвященного митрополита Иосифа. К сожалению, к огромному. Многие десятилетия его роль в белорусской истории целенаправленно замалчивалась. И более того, его личность целенаправленно очернялась. Но вот я думаю, что как-то так вот приходит время восстанавливать историческую справедливость и духовную справедливость. Восстановлением исторической справедливости своей научной работой, изданием монографии о митрополите Иосифа Семашко, выступлениями на различных форумах, отец Александра занимается уже более 10 лет. Исследователи называют ладыку не иначе, как героем веры. Инициатор Полоцкого собора, позволивший вернуться к вере отцов более чем полутора миллионам белорусам, являлся абсолютно чистым с морально-нравственной точки зрения и трезвым с религиозной. Митрополит Иосиф Семашко настолько сильно повлиял на судьбу белорусского народа, что автоматически стал мишенью противников православной церкви как в 19 веке, так и в наше время. В частности, митрополиту Иосифу незаслуженно приписывают неуважительные отношения к белорусской культуре. Исследователь жизни и наследия владыки уверен в обратном. Множество есть примеров, когда только благодаря его трудам, ну скажем так, вот сейчас существует та белорусская культура и тот белорусский язык, который мы знаем. В частности, митрополит Иосиф Семашко вводил проповедь и поучения катетические в церквях на простонародном, то есть белорусском языке, на многочисленных белорусских наречиях, которые тогда существовали. И была колоссальнейшая проблема в то время, сразу после воссоединения униатов, переучить бывших униатских священников, ставшими православными, с польского языка, чтобы они не говорили на польском языке проповеди, а чтобы они говорили их на белорусском языке. В нынешнем году в минских духовных школах состоялся международный семинар, на котором обсуждалось наследие митрополита Иосифа Семашко. В нем приняли участие церковные и светские историки из Польши, Литвы, России и самой Белоруссии. Память о владуке Иосифе должна укореняться как подвиг служения церкви и народу. К такому мнению пришли участники форума. То, что весь путь служения митрополита Иосифа Семашко – это богоначертанный путь, богоизбранный и благословенный, нет сомнения. И мы должны быть подражателями этого ревностного служения своей церкви, искреннего поиска Бога. Ведь Иосиф Семашко родился в простой униадской семье, но его путь искания Бога привел его к православию. Разве это не пример для подражания многих наших современников? Исследователи жизни и деятельности митрополита Иосифа Семашко уверены в святости архипастеря, сыгравшего ключевую роль в деле духовного уединения белорусского народа. Когда состоится канонизация владыки Иосифа – вопрос старостепенный. В настоящее время главное – беречь это единство по домофорам православной церкви, которая озарила Белую Русь светом Христовой истины более тысячелетия назад. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Жировичи. Беларусь.